Иисус четко все сказал. Все уже готово, только некому идти работать. Жатвы много, бездельников тоже много. Не хватает кого? Пойти что-то сделать. Но это не колхоз. Это не то, что ты еще не пошел на жатву. Так, я сейчас... Кто никого не покаял здесь, да? Нет, это не это. Нет, не это. Ты не обязан никого каять. Ты вообще не обязан ничего. Аллилуйя! Вы знаете, так классно, что я ничего не обязан. Что я не под законом больше. Иисус искупил нас от этого проклятия. Должен. От этого коммунизма религиозного. От этого совка религиозного, мерзкого. Вау, хорошо. Но на рыбалку сходить круто. И интересно. Вы знаете, служить Богу нужно отдыхая. Без кайфа не служите Богу. Не надо. Служение без кайфа не угодно Богу. Вот это потное, рабоче-христианское служение не надо. Что потом трудиться в поте лица, это проклятие. Служить нужно кайфуя. Кайфуем. Сегодня в Господи кайфуем. Знаете песню такую? Давайте споем. Кайфуем. Сегодня в Господи кайфуем. И ты, и я, и мы кайфуем. Хотите кайфовать сегодня? Вы хотите сегодня увидеть Евангелие вечное здесь, на месте? Чтобы я вам сейчас не сказки рассказывал. Евангелие надо видеть. Вот сегодня уже до служения за Вику помолиться получилось. Да, Вика? Была больно десятку. Помолились с детьми, ушла на ноль. Я не знаю, как сейчас. Если она осталась, все в порядке. Фоново больно десять. Мы тут с детьми. Крыса вон! Врачи говорят, не знаем причины. Мы говорим, крыса вон! Причем тут врачи? Крыса вон. Кто мне сказал, а как так молиться? Разве можно эта крыса вон? Вы молитесь, как хотите? Но для меня важно, чтобы люди исцелились. Поэтому молиться нужно весело, радостно. И сегодня мы будем видеть исцеление. Постараюсь сократить проповедь, поставить стул. Больных судовы видим, детей позовем, и все исцелятся. Шансов нет у нее исцелиться. Давайте сделаем так. Ну а что здесь как бы... Вы смотрите, не просто какие-то роскостные рассказывать. Я хочу сказать, что Бог нас раскрыл в Вечном Евангелии. Я вот специально взял Вечное Евангелие из 14 главы книги Откровения. Специально книгу Откровения взял. Последнее время люди любят это, смотри, в Ютубе. 13 глава самая страшная. Два зверя выходят. Дракон. Три шестерки. Начертания. Знаете, сколько в Ютубе людей умные? Мы все знаем уже. Вы уже получили три шестерки? Ну, все известно. Антихрист. Призрак ходит по Европе. Призрак Антихриста такой. Смотрите, это самые страшные местописания на самом деле. Это правда страшно. Там темно, ужасно. Но 14 глава начинается. Увидел я Агнца на Сионе. Вау! Там Антихрист уже, печати ставят, лупят там уже. Там ужас. И тут Агнец выходит. И с ним 144 тысячи девственников. Каких-то святых, непонятных. И ангел вылетает, как комета, летит такой, как Карлсон. И кричит, у меня вечная Евангелие. Ужас. И тут же сам ангел говорит, Агнец! И даже сейчас вы можете припасть к Спасителю. И Он спасет. Потому что когда будут самые страшные моменты, уже все суды Божьи, времена Антихриста, и в этот момент сам Агнец будет стоять. И сам ангел с небес прилетит и будет благовествовать Евангелие вечное, что Иисус Христос Спаситель. Всем нациям, всем народам. И даже тогда можно будет припасть к Спасителю, и Он спасет. Потому что любовь никогда не перестает. Никогда! Он спасать будет до последней секунды. Титаник утонет, Он последних будет вытаскивать. Потому что Он был заклан еще до сотворения мира. И вот вечное Евангелие. И мы часть этого вечного Евангелия. Оно от вечности. Вы знаете, я вам расскажу то Евангелие, которое людям неверующим рассказываю. Вчера рассказывал, позавчера. На улице людям рассказываю. Евангелие, которое можно в две минуты рассказать. Вначале процесс исцеления. Потом у человека глаза округливаются. А потом, я говорю, знаешь, что такое? Я говорю, ты знаешь, Бог сотворил человека. Единственное существо во всех мирах, подобное Ему. Бог абсолютно свободная личность. Поэтому Он должен был сотворить абсолютно свободную личность. Не просто сотворить, а родить. Адам и Ева это были дети Его родные. Они намного дороже Ему, чем ваши дети. Они из Его Духа вышли. И Он хотел, чтобы они были подобные и свободные. Но свобода только когда выбор есть. И Он дал им выбор. И Он заранее знал, что Его дети сделают неправильный выбор. Но Он не мог не дать выбор, потому что иначе они были подобные Ему дети. И Он решил проблему неправильного выбора еще до рождения своих детей. И Он сказал, да, сделайте неправильный выбор. Вы умрете. Я знаю, что вы сделаете неправильный выбор. Но Я приду на землю, стану человеком и умру за вас. Еще до того, как сотворил вас, Я это решил. И Агнес был заклан до сотворения мира еще. Поэтому Евангелие это начало всего. До сотворения мира это было все. И еще когда мир не был сотворен, Бог избрал каждого из вас во Христе. И прошло время, когда Он нашел вас во Христе. Не вы нашли Бога, дорогие мои. Он нашел вас во Христе. И за ногу из-под одеяла вытащил смерти. А ты еще упирался, не знаю, верить, не верить. Он тебя раз за ногу выхватил и вытащил из-под одеяла. Твои тупости и высокоумия. И ты вот тут, карапузик. И вот не надо здесь религиозные лица делать. Ты карапузик. Малыш, пупсик мой любимый. Тебя за ногу вытащили из смерти. И не ты это решил. Отец решил. Его добрая воля. Ты избран от сотворения мира. Потому что Бог так решил, чтобы мы воздали славу Его доброте. Ефесянам первая глава. Ах, какой Евангелие. Вот с этим можно на улицы пойти. Вот это можно людям говорить. Потому что это правда. И когда ты говоришь, Он решил проблему, Он умер. Прими это. Просто согласись быть Дитем Божьим. Прими жертву Иисуса Христа. И вы знаете, люди принимают. То есть мы должны знать четкое, ясное Евангелие. Не какой-то сложный такие, знаете, непонятный вечер рассказывать, которые сами не понимаем. Ведь надо еще умудриться усложнить простоту во Христе. Вот сатана над ним очень... Бесы очень серьезно работают, чтобы все усложнить. Чтобы из нас делать религиозных идиотов. Которые сами не понимают, что они здесь сидят. Колоссянов 2 глава, 6 стих. Как вы приняли Иисуса Христа? Больше не дергайтесь, пожалуйста. Вот там и оставайтесь. Там и ходите. Так и ходите в Нем написано. А на греческом написано, кружите в Нем, ходите по кругу. Вечность по кругу. Вот ты принял Христа и ходи там. Хоровод хоросток. Хоровод хоросток. И все. Не надо никуда уходить. Мы должны. Мы ничего не должны. Вы самое главное должны остаться там, где вы приняты Христом. Некуда больше ходить. Вы уже приехали. Куда идти, если вы уже приехали? Когда отец вас нашел во Христе, вы уже избраны, сораспиты, совоскрешены и посажены на небесах. Вы уже приехали, все нормально. Что, успокойтесь. Дергаться поздно уже. Надо успокоиться, кайфовать и на рыбалку идти. Вы знаете, как интересно на рыбалку ходить? Самое главное первое – расслабиться. Вы знаете, что самое главное в вере расслабиться? Если вы где-то напрягаетесь, вы не верите. Это первый признак неверия. На молитве, на собрании. Так, надо помолиться. Все, ты уже неверия. Что-то не так, что-то не то. Что ты делаешь? Это неверие. Может быть, я как-то не так неделю прожил? Ну, конечно, не так. Ты вообще неправильно живешь. Ну, я же только посеял, теперь пожинать буду. Подождите. Бог, Он всегда, я есим, Он всегда настоящий. Вот в данную секунду откройтесь и войдите в присутствие Божие через кровь Христа. Другого пути нет. Что было секунду назад – неважно. Бог не стоит там. Он творит новое каждую секунду. Его милость обновляется каждую секунду. «Вау!» Я в присутствии, а вы не знаю. Я еще сейчас больше в присутствии. А это сейчас, не поймите, это сейчас не аутотренинг. Попробуйте в духовных практиках, когда вы остаетесь в Библии, с молитвы. Первое – исследуйте себя. Я вам скажу, себя исследовать нужно только в одном вопросе. Только в одном. Верили вы или нет. Больше в себя не лазайте. Убьет. Самый хитрый обман дьявола – опознай себя. Вот там ты и кончишься. Вот тут тебе уже и конец. Тут Адам и приплыл. «Я голый!» А кто тебе сказал? С чего ты сказал, что ты голый? «Да я как-то…» «Что ты, Господи?» «Что ты на себя пялишься?» «Зачем ты вообще на себя смотришь?» «Агдис на сионе стоит!» Туда смотри. Он – начало и конец твоей веры. Единственное. Любую духовную практику он начинает только с одного. Посмотри, верили ты или нет. Доверяешь ли ты жертве Христа сейчас или чему-то другому? Какой-то модели, какой-то формуле, какой-то доктрине. Ты же напрягаться будешь. Может, я не так помолился. Может, я левое ухо неправым рукой почесал как-то так. Может, я сегодня что-то плюнул, сморкнулся, мадегнулся, там, в голове какие-то мысли. Ты уже в неверии. Ты уже напрягся. Расслабься. Когда все расслаблено, скажи, «Отец, спасибо, что ты меня нашел во Христе. И твоя сила меня хранит там. И никто меня оттуда не вытащит. Потому что ты поклялся собою». Бог поклялся собою. Эту клятву нарушить невозможно. Поэтому ни настоящее, ни будущее, ни ангелы, ничто, даже ты сам не сможешь отлучить себя от любви Божьего Христа и Иисуса. Это никто не сможет сделать. Он поклялся собою. И даже если ты неверный, он не может себе изменить сам. Поэтому, начиная всегда, меня нашли. И тут я сижу. И мне хорошо. Кайфуй. И сразу кайфуешь. А что тебя не кайфовать, если ты во Христе? Как ты принял Христа, так и ходи в Нем по кругу. Куда ты пытаешься уйти? Нужно развить потенциал. Зачем тебе что-то развить? Ты хочешь быть развитым или счастливым? Ты хочешь вырасти в религиозного дебила? Или быть веселым малышом? Уж сам выбирай. Потом такой умный, что башка не влазит никуда. И ты уже вываливаешься, как будто из Христа, хотя ты не вываливаешься из Него, только твоя голова туда не залазит. Сердце там, конечно, а голова уже куда-то вылезла. Надо голову уменьшить. Вы знаете, для чего вообще голова нужна? Кто знает? Чтобы туда есть. Кушать. Ну, шапку носить крутую. Постригать ее. А как же? А вот это не надо. А почему? Так что, не думать. Подключайтесь к плей-маркету и скачивайте ум Христов. Там все есть. Вам ничего не надо? Вы все время во Христе. Что надо? Мудрость. Чик включил, скачал верою. Святость нужна во Христе. Все. И святость, и праведность, и мудрость, и знание всего мира во Христе есть. Что вам еще надо? У вас все есть. Просто верою скачивайте. Когда идешь на рыбалку, надо расслабиться. И приготовиться всегда к приключениям. Не то, что так на улицу стыдно, буду приставать к людям, меня плюнут. Вот все, уже никуда не иди. Все, стоп. Обратно. Кайфовать не научился. Последний раз, когда я пошел на рыбалку, у меня Библия на арабском, кожаная, золотая. Просто был на пасторском, шесть лет назад бесплатно давали. Я не мог не взять, хотя думал, зачем мне на арабском, но бесплатно не могу не взять. Ну, еврейские корни. Меня когда спросили, а вы еврейские корни изучаете в церкви? Я говорю, мы искореняем их. Изучать не надо, они проявляются, их сразу видно, говорю. Мы их видим день и ночь. Так что не надо нам изучать их, мы их просто выдергиваем. И вот мы еврейские корни, я эту Библию захапал, и она шесть лет лежит на полке. И вот неделю назад думаю, а что она все лежит? Взял в машину ее кинул, поехал там, а потом думаю, а что я в машину кинул? Я говорю, Господь, пошли мне сегодня араба, мусульманина, больного, чтобы он исцелился, взял Библию, я ему об Иисусе рассказал. Ну вот так. Вы знаете, что у жатвы есть господин? И с ним можно договориться. Молите господина жатвы, чтобы вас послали на рыбалку. В первое полное дня я встретил всего одного человека на парковке. Он как-то помог мне припарковаться. Я вышел, говорю, ты араб? Он говорит, ага. Я говорю, мусульманин? Говорит, да. Я говорю, срамал и палестинец на день приехал в Израиль работать. Я говорю, дорогой, ты мой, иди сюда. У тебя что-то болит? Да, говорит, нога больная. Говорит, ой, аллилуйя! Я говорю, ты знаешь, что Иисса любит тебя? Нет. Да сейчас исцелишься. Вот увидишь, молюсь, нога исцеляется. Говорит, слушай, шея больная. Говорит, да и за шею, и шея исцеляется. У него глаза такие, как у собаки из огнева. А я ему кожаную Библию, говорю, это тебе. Мне? Бесплатно. Да, только спрячься, родным не показывая, все Афрамалии. Тихонечко там, под кроватьку засунь. Там про Ису написано, тебя Иса любит. Да, правда? Да. А вы знаете, до этого я два или три месяца крутил мысли молиться за больных палестинцев на Максоме, где Ромала. Потому что наш Леха Илатовский, ну вообще, знаете, если есть безбашенные, то он хуже. Он мне когда-то раз позвонил из Палестины, говорит, я тут у друга сижу под Ромалой, в деревне. Я говорю, Леша, ты знаешь, что-то запрещено, закона вообще куда-то заехал. Вот тут больной человек, нога болит, помолимся за него. Но я вообще запретил туда больше ездить, потому что даже мой арабский пастор сказал, говорит, я туда боюсь ездить. А Леша как-то не знал, что это Палестина, видимо. И не просто Палестина, а такая, ну вообще неправильная Палестина совсем. Последняя Палестина, Ромала, ну какая там уже Палестина, столица палестинская автономия. Куда он уже, по деревню залез? Но мы связались с этим арабом, я говорю, слушай, Леха, может он приедет на Максом, и я уже думаю, знаешь, будет классно, на Максоме, может родственники больные, мы молимся, солдаты с автоматами, представляешь, Бог исцеляет, представляешь, какой абсурд. Палестинцы исцеляются на Максоме, представляешь, вот такое все. И я про это забыл. Возвращаясь к этому мусульманину, которому Библию дал, он исцелился, и он говорит, слушай, у меня родственники больные, можно на Максом их привезу, и ты за них молиться будешь. Давай, говорю, представляете, уже как у Бога пазлы все складываются. Мы обменялись телефонами, в ИЦАП уже, ну, я еще никакую Палестину не еду, пока я и не собираюсь, я только на Максом еду. Это Леха пускай, на Лехе запретили уже. Я вам просто рассказываю, как на рыбалке интересно. Вы понимаете, почему я говорю, кто хочет на рыбалку, я приглашаю в приключение, я же вас не приглашаю, сейчас там стыдобище, там, да, ходить там, слоняться по городу, приставать к людям, да ничего подобного. Мы обычно ходим в решении на пешеходной улице благовестствовать, чтобы исцелять. Поэтому к поликлинике ходим, там все больные, они тут, вся рыбка здесь и плывет, в гипсах там, со штуками такими. Лучше место не придумать. Я говорю, там мы будем сидеть, зачем нам ходить больных искать, лучше у поликлиники сидеть. Но это не я, это мне Леха предложил, опять же, он говорит, слушай, надо у поликлиники сидеть. Я думаю, слушай, вот же дух святой, человек работает. Мы с ним как-то сели, а я всегда одной молитвой молюсь. Я говорю, вот так я молюсь, ловись рыбка большая и маленькая. Ловись рыбка большая и маленькая. Ловись рыбка большая и маленькая. И вот так насидим, ловись, я говорю, Господь, у меня два часа, я никуда не пойду, рыбка пускай приплывет сюда, давай ее. Нормального человека мира, как ты сказал, в Евангелии от Матвея, 10 глава, чтобы мой мир шаломом принял, я не собираюсь ему втирать этот шалом, там уж извините, я не извиняюсь, да иди отсюда, не извиняюсь. Дай мне нормального, сразу, та почва, которая примет. Не хочу я просто бисер метать тут. И вот так я, рыбка большая и маленькая, шалом. Поднимаю, голову стоит человек, говорит, я говорю, а вы кто? Саша. А, я говорю, ну здравствуйте, Саша, сам ко мне подходит. Я говорю, ну присаживайтесь, а что у вас ногой, да вот, на поликлинику, давай, ну, а Леха уже с другим разговаривает. А вот тот другой уже, который разговаривает, он уже покаялся и к крещению готовится сейчас. И мы у него дома уже домашнюю группу начинаем в следующей неделе, а тот у него, который в квартире жил, на реабилитацию уже поехал, Артем, который был здесь. Это тот Олег, который подсел тут и который уже крестится, а Артем уже, который в его квартире, наркоман уже на реабилитации, уже в петельском на доме. А я с этим пока работаю, но мне интересно и тут послушать. Думаю, мне и с тем охота, и тут, а Леха уже пощекает человека. Какие мы крутые, да мы никакие. Просто лови скрипка большая и маленькая. Аминь. Вы понимаете, что это не какие-то, вы прошли семинары по евангелизму. Зачем? Я вас научу. Я вас научу бесплатно. господин жатвы, вернитесь в детство, решите кайфануть, просто приняйте решение, хочу кайфовать завтра. Хочу приключений, Господи. Хочешь приключений? Господь, хочу приключений, потому что Евангелие, это всегда приключения. апостолы вообще по кайфу жили. Там такие вещи выкручивались, уму непостижимые. Вот это жизнь, да, вот читаешь у Павла Петра, вау, романтика, табор уходит в небо. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Нам дворцов, вам нужны дворцы? Мне нет. Заманчивые своды не заменят во Христе свободы. Не заменят во Христе свободы. Вам что, дворцы нужны? Золото надо? Да дара мне не надо! Зачем мне? Наша крыша неба голубое. Ну зачем все пошлить-то? Дворцы давайте. Какие дворцы вообще, ребят? мы табор уходим на небо куда нам учетесь обосноваться решили что надо как-то да не надо никак надо жить кайфово романтично интересно поэтому вечное евангелие это куда бог нас взял раскрыл чтобы мы могли это раскрывать дальше вы понимаете то что сейчас рассказываю если ты в этом состоянии идешь к людям и к тебе рыба плывет то же не просто там с религиозной харей подходишь пойдем с нами будешь такой же в натальню на последнее собрание приехал с машины выходим мужик такой идет но странный в тапочках не босиком не где винище купить я горы пошли со мной там круче хочу точно то пошли пошел но полубухой на пошел я думаю чужого позвал то сейчас думаю серега точно там из зик уже там ну что делать я говорю изя это я привел извини со мной человек изя говорит слушай он уже деньги жертвовал ходил на прославление вы понимаете когда мы живем в этой атмосфере то вокруг начинает христос раскрываться становится интересно вы слушайте у вас чего тут тут место полно еще реально полно надо самов за хобот ну хобот у слонов лана самов за жабры и сюда их поэтому друзья жить евангелем это счастье но для этого нужно верить правильно потому что вы неправильно верить вам нечем нечего проповедовать если вы напрягаетесь надо как-то как-то вот церковь чтобы вот росла там или же один вот уже ты уже ты уже не веришь смысле а ты тут причем знаете когда живой израиль начался в девяносто пятом году я основатель пастыр живой израиля спас твои из пяти человек моя мама брат еще двое ивановых сражек каждое служение за час блевал от страха все жили у меня дома притом лишь проповедовать а я полтора года верующий только проповедь бегу там я вообще меня трясло от страха там какие-то конспекты написал за река принца переписал запутался потом лежу как-то в ванной вот амиель меня пошел сынок тоже в ванной любит лежать расслабляться вообще хороший человек очень такой молодец но ты лежу в ванной и вдруг просто найти я знаю когда мысли от бога не как пулите в башку то есть они не причина следственными такая мысль а я думаю что делает церковь церковь тогда вести на меня ответственность пять человек там дарик принц и мне мысль такая одна мысль я умнее тебя я как архимед пошел под воду его ванна швылилась я сказал я сюда не избирался богу я тебя предупреждал когда мне было призвание на пастырство мне было когда уже меня пятый пророк нашел я говорил нет всем и когда уже уже там совсем прижали к стенке потому что последний раз когда был на конференции меня поймали четыре странных женщины афроамериканки одна пророчествовала трое ходили и проверяли чтобы она по плоти не делали и пророчествовали в ком-то джазе странном и вылати была небольшая группа человек 40 они так вот он и меня к полу как прибило а не полу прибывала всего два раза в жизни но в ранее в харизмическом молодости мы специально падали понятно там как ваньки встаньки прыгали падали а так чтобы настоящий мне только два раза так меня как пол это подходит ко мне сколько будешь бегать последнее предупреждение церковь начинай как за ноги схватила меня ими как будто бензином подожгли и и меня такой страх и все сделаю согласен вот уже когда приезжали вот так уже началось и когда вот это я в ванной уже вылез я говорю господь с этого дня девяносто пятый год был с этого дня я ни за что не отвечаю сам отвечай не я начал это ты умнее а я буду в ванной лежать все хватит безответственность какая лоботрясничество понимаете а мне нравится и меня когда к спрашивали вы знаете а в чем вот ваш главный успех вы знаете в израиль это самая большая самая быстрее стручок энергии в израиле а в чем успех вот как вашей стратегии что вот вы вложили вот лично как личность глеб я говорю знаете вот всегда когда я богу не мешал все получилось вот все то что я пытался внедрить в конечном итоге лажа оказывалась слава богу рассыпалась я про себя не про вас говорю возможно по-другому как честно я говорю вот все что тут получилось я не знаю как вот с монастыря сейчас выезжают завтра 16 лет а вы знаете как монастырь нашелся конечно вот монастыри бегают раздают по израилю всем кому монастырь католический нужен в самом дорогом районе хайфи около данной панорамы да нет зачем 2006 год нас выгоняет с молота дают месяц выехать 4 дома реабилитации 80 человек 16 10 кошек 3 собаки фикусы попугаи уже какие-то напряг сильный я говорю купим биотуалет и в леса уйдем реально мы сидели решали в леса уходить звонит мне слово мир мой друг католический священник слушать нас нового епископа выбрали пошли на торжество ну то есть участвовать там на это я про чем это ваш епископ не мой чем не идти туда слушайте очень прошу когда не пойду слова мир не хочу вашего епископа участвовать ну эти очень прошу а я не могу слова миру отказать ну ладно пойдем заходим здесь на пескопа где внизу в хайфе там такой зал какие-то послы сидят таки ну дипломатический прием он на троне такой с палкой сидит ну такое знаете как такое епископ новые и к нему подходят все-таки это и ну представляют я со словами на подхожу и такое на итальянском ко мне я говорю макара не леом и вин бихаля он сам араб он не итальянец или гуне игру евреи вообще когда ты чё не католический священник грудь не и вообще евреи я сел там где-то вдалеке он сидит послы всяким он на меня а ты чё пришел то типа я говорю у меня словом игры послал приспогреба сил суда он сидит и у него никак говори ничего не послушай приходи ко мне завтра поговорим епископат ну давай прихожу епископат сажусь он первую фразу меня спрашивает что я могу для тебя сделать я бы знаешь говорю у нас есть четыре дома 80 человек 10 кошек две собаки три фикуса попугай нас выгоняет он готовим монастырь и туда я говорю с нас на нас наехали мистера 3 ваха мистера до бриут виток лиуме он горит в монастырь все письма ко мне будут приходить у меня есть помойка для них это моя горит юридическая зона кто тут великие слова мир глеб вова кто-то да никто кайфу и вот на эти переезд такой отдать в один день как исход из египта вот эти на эти собаки кошки фикусы эти везут ужас а монастырь все эти в ехать кто въезжал в детстве выезжал монастыри никто но это уже все кто-то въезжал они уже мастодонной церкви там где-то слоны миссии уже я просто рассказываю вы понимаете что если мы во христе мы уже приехали понимаете и все обеспечено и все оплачено и все решено и можно только восхищаться богом только бог такой может делать потому что за полгода до этого на нас подали в суд мэрия молота мистера три ваха мистерада бриут и там еще мистерада мистерад 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 и мы с вовой с ивритом улёха дашь а вова еще до подкрепления бухгалтера кота за который помогал она иврит хоть нормально знала и она говорит ребят у вас шансов нет ни одного по крайней мере хоть как-то попросим чтобы вас не сразу выгнали приходим вова говорит игру водок шансов же нету уголь давай придем и скажем что мы в иисуса верим вы знаете вова такой был ну боксер короче профессиональный притом тяжеловес сразу скажу что в иисус и верю вова причем это в иисус и верим ну а чё нам нечего ну но я как я как пятачок ходил за винипухом всегда игру а начало пошел я такой пошел знаете сели встает тут правительство сидит но это правительственная делегация у них адвокат встал я ни одного слова не план такой уровень еврита как из космоса я понял что сейчас наручниках уедем судья такой на нас где ваш адвокат игра у нас нет адвоката вот такой а как игра у так но не я помолву сказал вова горит вова встает на помните вон так стало вообще так дышал как будто хочется с левой залепить у него слева удар был страшно вообще они мамин боишу а машин в таких ситуациях я с высшим образованием психологическим становился психом сразу у судья у суди челюсть отвисла и угадала зачем ты мне договоришь а он когда у так могут нет сядь не надо больше и мне говорят ты но я как-то по телегенд не я же не боксер я телегенд на лицо славянской национальности ну давайте вы а мы же договорились если вини пухту и пятачок туда чё я встал и говорю они гамма амин боишу амашех вы знаете когда действует бог это всегда так не вы лицо судьи видели он потерялся вообще ли гамрой потом он разворачивается и начинает тарать на это вот вы чё к ним пристали потому что мы совсем дебилы могут вы чё к ним пристали говорит они вашу работу бездельников и мэрии выполняют пьяницами занимаются вы чё к ним пристали простые ребята говорит адвокат заткнись ты что когда по адвокату кричит судья и секретарь пиши бумагу чтобы не трогали правда мы словой были крутые логичные продуманные самого дорогого адвоката в хайфе наняли на последние деньги вы знаете божья сила проявляется всегда в немощи поэтому буду хвалиться дебилизмом бог избрал немощная немудрая дебильная кособокая хрюковатая свиноватая соплеватая туповатая знаете для чего чтобы хвалиться нечего было этому хрюши и для того что кто был ничем теперь тут станет всем теперь я во христе стану великим да нет слеповатым соплеватым и останешься христос проявится нечем нам хвалиться есть кем понимать вообще не чем хвалиться вообще поэтому если сопливишь слава богу подхрюкиваешь молодец наш человек вы понимаете христос должен бог поставляет мудрость мира через это вы понимаете что он делает вы понимаете что через это он поставляет мудрость мира он сегодня взял последних в израиле вы знаете какие киты и слоны с какими сотнями миллиардов долларов со заезжали ни у кого не получилось в я не буду фамилии имена называть звезды евангелия всемирные он взял тех которые на улице гнили а которых все отказались почему чтобы посрамить мудрость мира не потому что вы такие крутые уже и христос крутой и у агни стоит на сионе и только он прославлен и только он звезда ранее утреннее и нечем нам хвалиться и так классно что мы такие мелкие маленькие пупсенята сидим туда он большой он красивый иисус он самый лучший я когда лягу на кровать и не хочу на хрюшу смотреть игры иисус ты такой благородный уау ты такой благородный а дьявол посмотри на себя да не хочу я смотреть на себя зачем мне если вот он такой благородный он такая личность самая красивая во вселенной он такой добрый у него дух мягкий кроткий уау как мне хорошо в этом духе смягчать свой дух смиряться перед и просто открываться до его для его доверия отцу и я уже в его вере не в своей я смягчаясь и он говорит ну иди ты че устал от своей религии христианской так иди ко мне эти успокоил бегите к нему пупсики уже успокоил глядите вас успокоил господи да я знаю что я господи идите ко мне я успокоил я вас научу мягкости кротости мое время вообще не тяжело ребят вам легко будет возьмите меня он классно будет аллилуйя нас есть еще минут 15 для исцеления да хорошо видите все таки астапа понесло давайте вы друзья евангелие нужно видеть евангелие нужно трогать да если есть вера давайте пока мы же евреи деньги есть покажи яков также вера есть я верю покажи свою веру что ты мне расскажешь про свою веру я правильно верю правильно веришь покажи как ты правильно веришь у меня самая правильная доктрина доктрина слова доктор ну уже пора лечиться Самая правильная доктрина, знаете, какая? Самая правильная доктрина, богословие, знаете, какое? Иисус нам показал. Он пришел в Назарет, открыл Исаии 53 главу, помните, его попросили? Он прочитал. Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Да? Отпустить измученных на свободу, дать пленам освобождение слепым прозрение. Прочитал, закрыл и начал. И сейчас я вам расскажу, что здесь это значит. Нет. Он сказал, ныне это исполнилось. Вот оно. Понимаете? Евангелие должно исполняться, проявляться, чтобы мы его трогали, ощущали, осизали слово жизни, рассматривали реально, без сказок, без богословных, таких хитросплетенных вещей, которые никому не понятны. Сейчас будем исполняться. Давайте сегодня, ну, немножко исцеляться будем, хорошо? Ну, можно не немножко. Давайте мы один клип, я несколько принес, но реально у меня телефон забит свидетельствами видео, то есть не преувеличиваю. Но я одно принес, которое произошло здесь недели три назад. Хотите посмотреть? Три минуты. Там, где про детей, поставьте, пожалуйста. А потом детей в студию позовем. Я же правильно понял, что оно есть, да? Я просто на телефон Антону послал, не знаю, как здесь работает медиа-подвал. Там еще. Будет, да, Антон? Я просто не понимаю, вы ищете? Или вы потом скажете, что просто не ищете? Антонина, вот позвонила мне, да, Антонина, месяц два назад, после инсульта, что у тебя было? Рука левая не поднималась, к телу приклеенная была, да? Покажи, что с рукой сейчас левой. По телефону молились. Эта рука не поднималась после инсульта. Аминь. Нога правая подволакивалась сейчас. Так же? Лучше? Скажи двух слов. Нормально все, слава Богу. Будем молиться, что до конца. Она тоже не до конца, еще и боль есть. Но эта рука не поднималась после инсульта. Знаешь, что инсульт, это поражение точек мозга, которые дают сигналы нервной проводимости туда. Помолились по телефону. Все. Одна женщина из Германии, нашли опухоль на шее, у меня фотография есть. Назначили биопсию, обследование. По телефону. Опухоль раз, оба и нету. Кайфуем. Сегодня в Господи кайфуем. Вот они. Давайте от начала поставим. Вот сразу Настя у нас первая. Громче, делай. Я нечестно, потому что я даже самый главный момент, я нечестно сказал. Я как сел сюда, за три раза помолились. И думаю, у меня три, четыре дня, вот и я вот так, плохо спала. Думаю, закрываю солнце. Я же вам нечестно. Стоп. Ты можешь коротко сказать, чтобы я... Скажи им. Все. На, микрофон, чтобы я... Это я записываю для группы исцеления, скажи кротко. Я не знаю, у меня живот болел, это восемь лет до сети. Сначала пошло до шести, потом за трех. У меня это в шоке. И не знаю, что сказать. Ну, еще все ушло. Все попуще, все абсолютно ушло. Попай, еще он исцелился. Пожалуйста, скажи сюда, что случилось? У меня болело, я плакала очень много, у меня болело голову. Сейчас очень сильно, я не знаю, как это прошло. Все прошло? Слава богу. Я просто не успел записать. Кто еще исцелился? Поднимите руки, чтобы на камерском. Кто еще? Кто выходил на стул исцеления? Сейчас. Давай, скажи просто коротко, и он там скажет, а где он кондил? Он уже все проверялся. Он скор за ушел. Не ты говорил уже, нет? Что тебя было? Еще один нолик. Зуб прошел полностью, сто процентов, она больно ушла. Кто еще? Еще один нолик. Давай, что у тебя исцелилось? Ноги исцелились. Исцелились? Да, у меня были ноли сильные. Слава богу. Янатан, иди сюда, Янатан, быстро подойдет, секунду. Янатан. Что случилось, скажи? Круче исцелилось. Слава богу. И еще тут просто коротко, а вот что случилось ко всем? Все настолько исцеляется, что уже не успеваем записывать. Что было? А, зубы больше не болят, хотя таблетки не помогали. Слава богу. Продолжаем исцеление. Сейчас я сниму. Вот они. Ну что было? У меня пять месяцев болела. Спина болела. А сейчас не болит. Слава богу. Вообще присал. Умылилась? А что произошло? Ну, у меня очень болят ноги. Я хожу с... Как это? С стельками, но по-любому у меня на пальцах ног было очень что-то больное. И когда хожу, это очень больно, короче, и тем более с открытой обувью. И сейчас бог меня стилил. Слава богу. Давайте поплавим. Вот красный. Иисус исцелял через Алью и Сангурс. Вот тут у нас ловятся. Здесь у нас кломбы. Вот и ставят. Ставят кломбы во Христе. Тут у нас психические исцеления происходят. У нас уже разные как в поликлинике кабинеты. У нас психиатрический, зубной, ортопедический, гастротологический кабинеты. Иисус исцелитель всего. Аминь. Иисус исцеляет все? Все? Аллилуйя. Ну-ка, ну-ка, что нам придется, что уже не успевает исцеление? Что произошло? Нет, болею. Что произошло? Он нужен. Я болела шея, я болела спина. У меня вообще теперь ничего не болит. Ничего не болит? Слава Богу. Ну, нравится исцеляет? Да. Ты доволен? Ты видишь, что он настоящий? Необычное ощущение. А? Необычное ощущение. Молишься, типа... Ну, скажи, что такое. Молишься, типа, это... Смотришь, и все понижается, понижается. Или вообще с такой большой цифрой до нуля. Это вообще... Ну, классно. Сойдется еще. Вышелок вот. Вот. Сейчас молимся. Сурия, вот, с вами, вот, Алия. Пациентка, движение. Ну, голова будет немного. Давай помолишься. Ты зашел, ты исцелял, теперь что произошло с тобой? У меня голова болела, я селся, и все. Все, селен? Прошла. Слава Богу. Да. Короче, это было очень опухшее. Это было, смотри, это было опухшее, прям, типа, большое. Еще тут осталась однерочка, вот, но уже немножко твоя помощь до конца, чтобы домолиться. Что пройти? А что было? Голеностоп повредил месяц назад. И что сейчас? Сейчас истырился. Все, истырился, вот. Вот, работали вот эти у нас бригады целителей. Поприветствуем Иисуса Христа! Так, с вами, пожалуйста, работали. Ну... У меня лимфа... На, возьми микрофон. Давай. У меня лимфа вылилась, и мне сказали, что мне нужно делать операцию, а он не пойдет. И у меня была такая шишка, и мне было очень сложно понимать что-то или двигать в запястье. И сейчас практически ничего нет. Слава Богу. Слава Богу. Давайте похлопаем. Здравствуйте. Я сегодня первый раз, и кого-то истырился вообще. А у тебя что произошло сегодня? Я научился молиться на языках. Я много истырился с Амиком и моими друзьями. Это была бомбезда. Это было круто очень. Мне понравилось. А что с тобой произошло? Я истырился и научился немного молиться на языках. Ну, мне тоже, я немножко тоже научилась на языках. Я еще узнала, как еще истырять людей. Это самое лучшее было. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Ну, давайте мы... Раз, раз. И когда я возвращался домой с конференции, у меня в машине было 7 детей. Четверо моих, трое еще было. Я подвозил из Рамля, из Ришина. А в это утро я молился за человека по телефону. У него онкологический рак и боли очень сильные бывают. Притом, что интересно, молитва работает сильнее, чем морфий конкретно. Ну, или там какие-то опиомные таблетки. Ну, опиаты, короче, разные. И обычно молитва срабатывала 5-10 минут. Но в то утро я час молился по телефону. И за час мы ее все-таки загнали на ноль. Реально час ушел, но она ушла на ноль боль. И когда мы едем обратно с детьми, он мне снова звонил. И говорит, слушай, боль вернулась на тот же уровень, на который была с утра. Я такой, час. Я утренний час вспомнил. Смотрю там. Ха-ха-ха-ха-ха. Я говорю, подожди, сейчас. На громкую связь говорю, ну-ка, давайте, боль изгоняйте. 7 детей в машине. Я такие, боль, уходи. Боль. Он говорит, все ушло. Я думаю, час утром. И сейчас 48 секунд где-то. Я потом перепроверил. Я, знаете, я, честно говоря, скептик. Я все проверяю через практику. Несколько раз мне звонили люди с болью. Я так сразу, кто-то так. Мили, Амин, Али, ну-ка сюда. Давайте. Детей подгоняю. Молюсь. Результат в десятки раз быстрее. Реально. Вот сегодня можем тоже это посмотреть. И поучаствовать. Давайте. Они, кстати, не знают. Я заранее не прошу, потому что Мили такая, ну мы не будем, да я не хочу, поэтому она не знает. А сейчас их как бы раз вытащат, им выбора нет. Вы можете позвать Ами, Мили? Или, может, Николь с нами молилась, Иерусалима, еще кто-то из детей. Вот. А вы сейчас не сидите, как в зоопарке сейчас будут, ну или в театре. Сейчас давайте все будем участвовать. Вы знаете, что в Новом Завете, повторяюсь, есть только один помазанник, это Христос. Вы знаете? Если ты себя помазанником считаешь, что ты Христом себя считаешь. Помазанник это мы, тело Христа. В Новом Завете ни разу не встречается слово помазанник одному человеку. Помазанник только Машиах. Он помазанник. И поэтому мы все тут большой Христос. Давайте все работать бригантным методом. То есть не то, что сейчас получится, не получится, не надо. У Христа все получится. И вы можете поучаствовать сейчас. Я сейчас стул исцеления поставлю сюда. Вот. Сейчас приведут. А вы пока как-нибудь, ну не знаю, встаньте, может быть, или... Ну как это, ну что, реально, если дети зайдут, не испугаются ваших листов. Я бы перепугался бы на самом деле. Все сидят такие, знаете, когда расстрелили. Сразу, у кого боль сейчас есть физическая? У меня. Так, в очередь. Первый садится, первый. Нога, да? Ого, хорошо, слава богу. Будем работать сейчас. Сейчас. Сейчас придут бригада целителей. Да, давайте два стула сразу. Так, Миле будет сейчас помогать мне. Да, да, сейчас Амик еще будет. Вот, я спр... Не, он думал, мы уезжаем. Конечно, мы уезжаем. Сейчас будем продолжать. Амель, продолжаем то, что было тогда. Крысу выгонять, да. А, уже трое так. Друзья, ну, не только дети. Если кто хочет посмотреть, как Иисус исцеляет, а вы что-то рядом ошиваетесь, руки куда-то кидаете, выходите. От вас ничего не зависит. Даже ваша вера не нужна сейчас. Хотите посмотреть, как Иисус исцеляет тут, где вы тоже ходите, что-то руки на кого-то положили нечаянно? Ну, вы едите, нечаянно положите. Не бойтесь. Иисус исцеляет. Он целитель. Понимаете? Не смотрите на себя. Вот. Сейчас садятся больные. Выходите, кто желает, свои руки положить. Давайте. И только дети, что ли? Исцеляться ждите. Ну, вы можете временно исцелять, потом исцеляться тоже можно. Смотрите, можно сразу, как шампунь и кондиционер. Можно исцелять, потом исцеляться. Все в одном. Начинаем. То есть... Николь, ты Николь? Да, хорошо. Сейчас есть... У всех есть боль, да, сейчас в деле? Хорошо. Так. Техника исцеления. Простая. Смотрите. Любая боль, любая болезнь. Не важно, там она органическая, психосоматика, демоническая. Мы все собираем в одну крысу. Нам не надо сейчас думать о причинах. Есть крыса, вы ее гоните во имя Иисуса Христа. Можете топать на нее, орать. У-у-у-у, там всякое. У-у-у, там как не запугивать. Не важно. Главное, вы должны знать, крыса должна уйти. Болезнь, это крыса. Какая бы она ни была. Можете не крысу, можете таракана. Просто есть темная личность в духовном мире. Мы ее гоним. Аминь. Друзья исцеляющиеся, от вас ничего не требуется. Не пытайтесь поверить, что-то... Расслабьтесь, получайте удовольствие. Все. Все. Молимся, давайте. А где? Ами или ами? Взрослые, теснили. Дети, давайте впервые. Идите сюда ко мне. Нам без детей никак. Детей пропустите. Дайте детей вперед в Царство Божие пускайте, давайте. Аминь, иди сюда. Не, ну реально с ней быстрее получается. Давай, возлагайте руки. Все, молимся. Молимся. Давайте все протянем руки. Просто протягивайте руки, и мы молимся. Всякая... Дух боли немедленно убирайся вон. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем полное исцеление. Иисус, Ты искупитель. Ты целитель. Ты целитель. И Ты здесь. Ты сказал, что Ты не оставишь нас и не покинешь до конца века. И Ты здесь. И Ты исцеляешь. Исцеляемся весело, со смехом. Кто хочет, подходит, руки возлагает. Можете по голове погладить, брат и сестрой. Мы не напрягаемся, потому что сила Божья здесь. Чем больше расслабляемся, тем больше силы Божьей идет прямо сейчас. Вон всякая болезнь во имя Иисуса Христа. Всякая боль в опорно-двигательном аппарате, в желудочно-кишечном тракте. Вон во имя Иисуса Христа. Полное исцеление. О, Господь, Твой поток жизни. Поток жизни накрывает, Господь. Пропитывает все ткани тела. Всякий демонический дух. И убирайтесь вон во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Убирайся вон всякий дух болезни. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Проверяйте, показываю, молится, проверяйте. Смотрите, самое главное, когда проверяете, будьте честны. Не надо ничего преувеличивать. Ничего, ничего, немножко, немножко. Мы продолжим, ничего страшного. Проверяйте. Ко-ле-мэ-ре-да-сан-да-ля-ба-щири-да-бери-да-сы-ля-ба-щири-да-бери-да-сты. Ко-ле-мэ-ре-да-сы-ля-ба-щири-да-бери-да-сы-ля-ба-щири-да-бери-да-сты. Вон всякая боль пошла. Руку положи, прикоснись, к телу прикоснись. Вон во имя Иисуса Христа. Убирайся, полное исцеление. Полное исцеление. Прямо сейчас, немедленно. Немедленно. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Полное исцеление. Прямо сейчас, Господь. Благодарю Тебя. Полное исцеление, Господь. Благодарю Тебя. Полное исцеление. Аллилуйя, Господь. Благодарю. Так, давайте исцеляющий, проверьте, если что-то есть. Давайте посмотрим. Сейчас паузу сделаем небольшую. Паузу. Так, у кого что рассказываете? Кто-то исцеляет? Подожди, подожди, подожди. Вы не торопитесь. Просто, ты хочешь просто место выяснить? Вы скажите, что у кого что-то произошло? Расскажите. Да? Спина прошла, была боль. У меня, ну, семерочка. Сначала двойка. Ну, вот сейчас все нормально. Слава Богу. Слава Богу. Семерки на ноль. Спина. Ну, спина. Нет, спина. Это очень больно поясница, друзья. Вы знаете. Так, у кого что-то есть? Я пока за нее молилась. У меня вывих ноги было. Я под машину попала. И у меня прошла нога болезнь. Слава Богу. Да. Так, есть что-то? Сжала в груди, но сейчас уже легче. Нормально. Спасибо. Покойство более-менее. Да. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо. Если все, тогда мы еще кого-то будем. Да. Еще хочешь стреляться? Тогда и... Да. Другого сажаем сюда. Еще нет пока, да? Садись сюда, я помолюсь. Так. У кого-то что-то произошло, поднимите руку, за кого молились. У меня вот здесь сломана кость. Не основная в локте. Здесь. Когда за меня начали молиться, у меня локоть болел где-то, если до 10, но на 7. Сейчас боль ушла не полностью. На 2-1 она ушла моментально. Слава Богу. Слава Богу. Можно? Можно заболеться? Конечно, помолимся. Конечно, помолимся. Бери, бери. Смотрите, боль ушла на двоечку. А зачем нам двоечка? Мы же не двоечники, правда? Он не согласился. Он не согласился. Какой? Солиться тоже? Нет. Вначале загоним сейчас на 0. Я говорил, надо на 0. Потом... Ну, давай загоняй на 0. Давай, давай, давайте. На 0, немедленно. Давайте на языках. Так классно. Келеберин. О, языки такие классные, веселые. Полностью на 0. Убирайся отсюда. Крыса. Отцепись от локтя. Ноль. Нам двойка не нужна. Абсолютное исцеление. Жертва Христа абсолютная, стопроцентная. Ноль. Полное исцеление. Прямо сейчас. Полностью во имя Иисуса Христа. Я не чувствую боли сейчас. Совершенно. Слава Богу. Друзья, не останавливаемся на тройках, на двойках. Работаем. Постараемся до конца. Хорошо? На тверку тоже. Так. Все. Целители, дети, давайте руки возлагайте. Даже не поймем. Просто... Просто давайте... Даже можете куклу возложить сюда, если хотите. Давайте, молимся. Так. Сейчас, по-моему, так не... Полный... 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 Исцелён я твоими ранами, исцелён я, верю в силу пролитой крови. Сила в крови, сила в крови Христа, не больше любви, чем любовь твоя. Сила в крови, сила в крови. Сила в крови Христа, не больше любви, чем любовь твоя. Сила в крови, сила в крови Христа, не больше любви, чем любовь твоя. Сила в крови, сила в крови Христа, не больше любви, чем любовь твоя. Сила в крови, сила в крови Христа, не больше любви, чем любовь твоя. Сила в крови, сила в крови Христа, не больше любви, чем любовь твоя. Инна? Сказала? Хорошо. Инна сказала уже? Нет, ещё кто-то здесь сидел. Кто здесь сидел? Николь? Где Николь? Ладно. Короче, кто-то исцелился и ушёл. Уже ситуация вышла из-под контроля, слава Богу. Так, чё? Сейчас есть боль. Да, молитесь. Давайте молитесь. С твоими ранами исцелён я, твоими ранами исцелён я, верю в силу пролитой крови. Сила крови, сила крови Христа, не больше любви, чем любовь твоя. Сила крови, сила крови Христа, не больше любви, чем любовь твоя. Сила крови, сила крови Христа, не больше любви, чем любовь твоя. В сила крови, сила крови Христа, не больше любви, чем любовь твоя. давайте им же больно помоги ничего расслабились давайте продолжаем кайфовать выселение шепер из сона вы же видите как иисус действует это все настоящее это не сказки ли берешь его солныши воля перестали маша короба сандар ащи левая щенда сона мэндус и лекаре на солныши в рестала моща короба стэй и зеленые глаза нормальная концентрация зрения нет никаких проблем всяких дух мешающий читать вон пошел полное исцеление коллега иди попробуй проверить людей возьмем что чем мы попробуем она марш всякая боль вон пошла всякая боль вон пошла горло полностью исцелено боль полностью горло ты полностью исцелено хорошо смотрите сестра не могла буквы мутности а теперь видит буквы аллилуйя иисус застыряет глаза прямо сейчас видите чек плачет радуется библию читает телефоне раньше нельзя было а с иисусом можно все давайте продолжаем леберисты лево щи глаза полностью у кого плохое зрение положите руки на глаза прямо сейчас прямо сейчас на глаза вы вложите руки если плохо видите полость единица нормальное зрение орлиное зрение прямо сейчас открываются глаза уши прямо сейчас всякого хода волнуя иисуса христа рима ща караба санта ночи при полное исцеление полное исцеление я хочу тоже свидетельствовать я у меня были тоже на руке порваты связки я на работе получила травму и меня уволили с работы уже это продолжалось 8 месяцев но вот сейчас это просто действительно чудо произошло потому что я полностью ей вот могу вот так вот делать вот такие штучки больше не нужны можем скоро здесь на веревках подвешивать костыли и штуки всякие сделаем коллекцию здесь музей аллилуйя продолжаем да давайте продолжаем да а ламара щи гора босон доба щи горы бэс полное исцеление во имя иисуса христа полное ноги полностью исцелены иди вставай ходи иди по иди ходи не бойся иди просто иди иди быстро бегом бегай давай все нормально давай пройдись круг и сюда возвращайся проверим коллема щиндера и льготные места брата мил очень помог очень в помазание иисуса работает что что полема воля мэри синдер у у у у у Пожалуйста, один раз Амели позовите. Скажите, что папа зовет всего на один раз, пожалуйста. У нас просто Амели по кожным заболеваниям хорошо работает. Пожалуйста, Амели, дочка, позовите. Скажите, папа зовет только за одного человека помолиться. Вы знаете, дары исцеления различные. Через некоторых определенные болезни исцеляются. Например, через Амели очень много кожных заболеваний исцеляется. То есть по кожным заболеваниям кабинет можно открывать с Амели. Связано с системой выделения, с кожаной, да? Какая аллергия? Ну, аллергия. Сейчас помолим Ковра большей. Друзей. Вот на самом. Ковля Беридас. Что молится? Сейчас болят? Ну сколько? Давай, продолжаем. Бой в ребра было на 7, сейчас на 5. Загоним с пятерки на ноль, а? Кто подвяжется? У нее с семерки на 5. Давайте на ноль загонять. Поддержите Амиеля кто-то. Руки возложите. Подойдите. На ноль загоните. Давайте. Хватит бездельничать. Давайте работать. Идем. Хватит бездельно. Руки возложите. Руки возложите. Поехали. В ребра. Хватит бездельно. У тебя. У тебя. Чудеса, творящие чудеса, творящие чудеса. Так, друзья, вы видите, как это работает, да? Я сейчас говорю, на улице с неверующими это работает еще сильнее. Потому что Бог желает, чтобы Евангелие проповедовалось. Он сказал, идите проповедуйте Евангелие, я буду сопровождать вас чудесами и знамениями. И на улице, молясь за неверующих, я скажу, что 98% костыля не видел. Реально. Какой-то случай даже не помню, честно говоря. Всегда. Потому что проповедуются Евангелие. Вы даже не думайте, идите спокойно, любого там с костылями залавливайте, молитесь, вы увидите. Вы сами будете удивлены, даже не по вашей вере. Потому что Бог так сказал. Аминь. Доверьтесь, доверьтесь слову, это и сфера настоящая. Не какая-то психологическая в себе генерированная. Молик. Один. Боль в ребрах уже с 7 до 1 дошла. Работаем дальше, давайте догоним. Смотрите, когда мы молимся за исцеление, мы не останавливаемся. Иногда с первого раза результат ноль. Не останавливаемся дальше. Чуть-чуть дальше, дальше, дальше. По неотступности все выдавим, понимаете? Не останавливайтесь, главное. Это самая главная техника. Не останавливаемся. Нон-стоп. Дискотека продолжается. Кто-то есть еще? Да, сейчас. Вы можете просто весомить? Не прошло, пока? Не останавливаемся. Не останавливаемся. Не останавливаемся. Не останавливаемся. Смотрите, сейчас болит щека, было горло, не прошло. Я хочу сказать, что я в прошлый раз молился исцелением. Некоторые прошли по дороге домой на машине, когда ехали. Я молился на одном служении. У человека исцеление прошло на следующий день, когда он по лестнице шел, вдруг это увидел. Иногда во времени, просто не то, что я выкручиваюсь, я говорю, что верьте, что сила Божия действует. Давайте вот свободный стул. Все, у меня была боль в ребрах, постоянное плечо. Мне сложно говорить. Очень долгое время у меня была боль в ребрах, где-то, ну, постоянная, то есть она была 24 на 7 на протяжении нескольких лет. Периодически это проходило после молитвы, потом опять возвращалась. И я просто жила с этим все время и не могла вдыхать глубоко. Мне сразу становилось больно. А сейчас оно просто прошло. Слава Богу. Все, продолжаем. Потом, кто исцелился, потом заселились ты в церкви, в следующий раз потом скажите. Давай за иммунитет помним. Тоже такие вещи? Слава Богу. Субтитры подогнал «Симон» Творящие чудеса Творящие чудеса Творящие чудеса Творящие чудеса Всемогущий Бог, бесконечный, Отпухающий для Тебя нет ничего, Невозможного избавляющего. Ты верный Бог, нестеряющий, Освобождающий, Обнимающий, Называющий, несуществующий, Как существующий, Обнимающий, бесконечный Бог, Всесильный, всесильный Бог, Всесильный, всесильный Бог, Полное расстановление зрения немедленно, Прямо сейчас глаза открылся, Нормально смотрит глаз, Во имя Иисуса Граждан, Прямо сейчас глаза открываются, Полное пересчиндер восстей. Спасите, мой лучший дух, Прославлять Тебя я буду вновь и вновь, К Тебе я нуждаюсь, Я люблю Тебя во веки, Будь со мной, Спасите, мой лучший друг, Амели, можно с вами, подойди ко мне, Амели Самбурский, Амели Самбурский, сюда, пожалуйста, Ты любовь моя, Ты забрал меня, Я люблю Тебя я буду вновь и вновь и вновь и вновь и вновь. Амели Самбурский, Притащите Амели Самбурский, пожалуйста. С темно Ты, Ты забрал меня, Далагому и Тебе знаю я, К Тебе я нуждаюсь, Я люблю Тебя, Навеки будь со мной, Смотрите, большая опухоль на голове, Мы хотим, чтобы рассосалась. Реально огромная шишка, Нам она не нужна реально. Давайте молимся. Прославлять Тебя я буду вновь и вновь, Ты забрал меня, Господи тебя, Музыка. 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 Как ты, как ты, как чудес. Как ты, как чудес. Как ты, как чудес. А давай еще раз, а давай еще раз, а давай еще раз. Я видел исцеление с пятнадцатого раза. Видел с первого раза. Иногда с третьего прихода по три дня подряд. Всякое бывает. Иисусу один раз. Иисус, сущий над всем Бог. Аминь. Он Бог. Даже Ему один раз пришлось два раза помолиться за слепого. Понимаете? А уж мы-то, мы как бы, ну, нам как бы, ну, нормально и триста шестьдесят раз помолиться, и пятнадцать тысяч. Какая проблема? Правда? Главное, не останавливаемся. Слава Богу. Друзья, давайте похлопаем Иисусу Христу. Кто сегодня видел, что Евангелие это работает? Вы видели, что Евангелие это настоящее? Вы видели, что Иисус искупил от грехов и исцелил от болезней? Он сказал, что проще сказать? Прощаются грехи или возьми постель? Он сегодня показал, все грехи прощены. Прощены грехи. Видите? Моя жертва, моей крови достаточно на все. Крови Христа достаточно. Он приобрел вечное искупление. Вечное искупление. Вечное освобождение. Давайте продолжать. Вы увидите здесь. Вы здесь просто будете в углу коляски инвалидной складировать. И они просто воодушевляют. О, красивые слова. Вы увидите, только не останавливайтесь. И я приеду на улицу сюда ходить в Хайфу. Кто-то руки поднимал, а кто поднимал? Подойдите ко мне, потом запишитесь. И когда я приду в Хайфу на рыбалку, я вас с собой возьму. Будем залавливать больных. Хорошо? Мы как-то по Южному Тель-Виву шли, там где наркоманы, знаете, кафе. А Миелю было тогда еще лет 5. Молились за исцеление. Тогда еще только начинали. И я смотрю, какой-то человек на костылях убегает. А Миель бежит. Ловите его! А он такой испугался. Такая сцена была комическая там. В общем, Зай Гизун, как у нас говорят. Кто-то Идиш понимает? Ладно. Андреас понял. Зай Гизун. Будьте здоровы. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok